Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как сейчас я иду перестать искать интерес во всем? Все быстро становятся скучными, увлекают только дела, которые новые и интересные, а иначе вообще ничего не хочется делать. Эта черта отравляет жизнь. Любая работа, любое хобби надоедает, ежедневная рутина и гигиена тоже скучные, делать это приходится, превозмогая ужасную лень. Как перестроиться? Вещете вы. Ответы в стиле копировать и вставить, пожалуйста, не пишите в этой теме. Ну, мой ответ, совершенно точно не в стиле копировать и вставить, но вот хорошо ли это будет или нет, для вас это уже вопрос. Итак, давайте по порядку. Как сейчас вы иду перестать искать интерес во всем? Ну, во-первых, почему вы решили, что вы их сейчас живете? Вообще, я не сторонник какой-то такой классификации личности, да, я больше сторонник того, что все люди индивидуальные, да и чистых вот типов личности, в принципе, не встречаются практически. То есть, в основном типы смешанные, вот, и при, например, работе над собой, да, в принципе, можно развить другую сторону, другого типа. Ну, вот, поэтому первый вопрос, почему вы окрестили себя сизоидом? Это первое. Второе. Если я правильно помню, то сизоид – это тип личности, который, как мне кажется, больше покручен в себя. Это тип личности, который допускает и проявляет некоторую такую отстраненность, некоторую такую замкнутость, некоторую такую, ну, может быть, может быть, независимость, да? Например, почему же в таком случае получается, что вы говорите, что пытаетесь найти интерес во всем? Если бы вы были, как вы утверждаете, эмммм, сизоидом, то, на мой взгляд, вряд ли вы бы, эмммм, вряд ли бы вы пытались, вот, эмммм, находить. Что-то для себя. Мне кажется, что в этом случае вы бы не пытались найти бы что-либо. Но мне кажется, что в этом случае вам, в принципе, было бы достаточно, эммм, ну, вот, того, как вы живете сейчас. Вы бы не стремились бы, поэтому здесь есть некоторая дихотомия. Либо вы не исчезаете, либо вы что-то путаете. Ну, на мой взгляд, эммм, скорее всего, эммм, вы, наверное, тоже что-то, что-то путаете. Здесь вот такой, эммм, как мне кажется, попытки поместить себя вот в какие-то рамки. Это первое. На что хочу обратить внимание? Ваше. Да. Второе. На что хочу обратить я ваше внимание? Как перестать искать интерес во всем? Посмотрите. Эммм, здесь история такая. Как мне кажется. Здесь история следующая. Когда вы, эммм, говорите, например, о том, что вы пытаетесь искать интерес, да, и вам все надоедают. Такое ощущение, что вы не ищете как таковой интерес. Такое ощущение, что вы скорее убегаете от чего-то. Ну, например, бежите там, допустим, ну, допустим, к примеру, бежите от боли, например, какой-то. Бежите, например, от эмммм, негатива какого-то. Вот. Эммм, то есть это по большому счету некоторые избегания, скажем так. Вот. То, что вы делаете, да, это очень похоже на избегание. На избегание, словно говоря, чего-то, что вам, вот, болезненно, вероятно. Понимаете? Понимаете? Да? Вот. Поэтому то, что вы пытаетесь, вот, как вы говорите, найти что-то интересное, все время ищите что-то интересное. Выглядит как способ бегства от чего-то у вас. Например, от ощущения, что если я, допустим, не буду заниматься чем-то интересным, к примеру, вот, то я буду каким-то не таким. Я буду, грубо говоря, каким-то не нормальным, к примеру. Да? Вот. Соответственно, да, важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Как минимум. Как минимум. Как минимум. На это нужно вам обратить свое внимание. Дальше. Вы пишите. Все быстро становится скучным. Ну, здесь, вероятно, у вас, вот, в том, что становится скучным, здесь, вероятно, у вас присутствует некий элемент обесценивания, скорее всего. Вот. И вам бы здесь постараться заметить, вот, что и как вы обесцениваете. Ну, вот, если обесценивание, ну, вообще, вот, происходит, оно, скорее всего, происходит, да, и вот, просто нужно здесь постараться это увидеть. Как и за счет чего оно происходит. В данном случае, вот, обесценивание. Вот. У вас совершенно очевидная задача не в том, чтобы чем-то заниматься. конкретным. У вас задача несколько другая, очевидно. Вот. Важнее, на мой взгляд, эту задачу выявить. Какая у вас задача? Вот. Так, иначе, вообще, ничего не хочется делать. Кричневый. Ну, тут, конечно, есть свой нюанс, потому что, во-первых, ничего не хочется делать, по-разному может ничего не хотеться делать. Вот. Совершенно. Может ничего не хотеться делать, потому что чего-то другого очень сильно хочется. Может ничего не хотеться делать, потому что вы устали очень сильно, например, от своего психологического состояния, от своей внутренней борьбы. Вот. Ничего не хочется делать, потому что вы боитесь, и ничего не хочется делать, потому что вы все обесценили. Например. Да? Или напротив, вот как вы описываете, например, что привыкли себя заставлять, там, тогда. Вот. Обычно ничего не хочется делать, как раз тогда, когда человек себя заставляет. Вот. Снова и снова он себя заставляет что-то делать. Снова и снова он себя, ну, грубо говоря, принуждает, да? Вот. Принуждает себя, там, не знаю, к каким-то действиям. Ну, к примеру, опять же, опять же говорю. И никогда, 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 никогда ничего хорошего из этого не получается. Потому что, ну, это вот, по большому счету, это насилие над собой, понимаете? Ну, ничего хорошего быть не может. Вот. Так что здесь я бы рекомендовал посмотреть, вот, в сторону того, как образуется, то, что вы, то, что вам ничего не хочется. Вот. Как вот так, ну, получается, да, что вам ничего не хочется. Вот. Аспект, это важный аспект, это довольно значимый. Вот. Поэтому, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если вы хотите, ну, себе разобраться. Вот. Если вы хотите, там, ну, действительно решить проблему, да? То есть, если вы, вот, грубо говоря, не обращайтесь, а просто, вот, чтобы подтвердить какую-то свою идею. Ну, здесь тоже довольно обобщенная фраза, эта черта отравляет жизнь. Ну, вот, в вашем, в вашем понимании, да, в вашем восприятии, вот, что такое жизнь вообще? Вот, вы говорите, она про жизнь, подразумевает, что, ну, не дает вам, там, условно говорят, что-то делать, да? Вот. Не дает вам, там, условно говоря, там, не знаю, кайфовать, например. Не дает вам, там, получать наслаждение, допустим. Ну, вот. Ну, это ведь противоречит само себе, потому что, если бы вам было интересно, если бы вам нравилось, то, что вы, соответственно, этим занимались. Если вы, если вам на Доннеле идеально, то вам этого не хочется, вы это обесцениваете. То есть, вы это обесцениваете, потому что вам это на самом деле не интересно, на самом деле не нравится. Вот. Или, или же, или же, вы это обесцениваете как-то, вот, несколько по-другому. Вы это обесцениваете, там, ну, так скажем, миношу. То есть, вы это обесцениваете, не жилая этого. Вот. Вы это, вы это, вы обесцениваете, ну, условно говоря, автоматом, да, как-бы. То есть вы это обесцениваете, ну, например, допустим, вы это обесцениваете по привычке, к примеру. Вот. Тоже спросите себя, да, может ли у вас вот такое быть, может ли вы обесцениваете по привычке, не особо замечая, хочу ли я это обесценивать или нет вообще сам. Балыш, любая работа, любые хобби надоедают. Как, как надоедают? То есть как конкретно вы чувствуете, что вам это надоело? Как конкретно вы это ощущаете? Что происходит? Когда вы это чувствуете? В каком, в какой момент это происходит, когда вы чувствуете, что вам надоело? Как это отвлекается, например, да? Как это отвлекается с тем, допустим, что вам это раньше не нравилось? Да, вот тоже вот такой момент достаточно интересный. Сперва мне это нравится, а потом надоедают. Вот что-то происходит. Вот хотелось бы понять, что происходит конкретно. И хотелось бы, конечно, в этом по возможности разобраться. Вот. Но опять же, пока непонятно, хотите ли этого вы сам. Да? Вот. Дальше. Ежедневная рутина и гигиена, то ли скучно делать это приходится, предполагая ужасную линию. Как пристроиться? Спрашивайте вы. Ну, знаете, вот. По вашему описанию я бы сказал, что вы себя очень сильно обесцениваете. Вот. Вы себя очень сильно подавляете. Я бы сказал. Я бы сказал, что вследствие этого у вас развивается кризис бессмысленности жизни, например. То есть, ну, условно говоря, вам кажется, что там, к примеру, к примеру, жить. Жить. Незачем, да? Там, условно там, все бессмысленно и так далее. Вот. Таким же, примерно, тоже могут возникать. В подобном моменте. Вот. И опять же, вы говорите, как пристроиться, а не совсем понятно, что вы имеете в виду. Как говорят, пристроиться. То есть, пристроиться это как? Чем вы будете заниматься, если перестанете, например, искать свой интерес? Мне кажется, это здорово, что вы искать свой интерес. Просто вам, я бы сказал, внутренние конфликты и притворечия надо бы разрешить. Вот. Чтобы одно не мешало другому. В вашем случае. Если вы понимаете, что я имею в виду. Вот и все. Если вы, например, про то, что хотите измениться, да, измениться хотите, это хорошо. Если вы хотите измениться. Но, опять же, как вы видите этот процесс? С точки зрения, например, психотерапии процесс это достаточно длительный. Ну вот. Он интересный для вас. Вам нужно довериться психологу. Вот. Если вам сложно доверять. Эммм. Психологам, например. То, соответственно, это будет, ну, некоторые вот палки колес вставляют. Солдат. Рот. Поэтому. Тоже. Я бы сказал. Так вот. Все несколько неоднозначно. Вот. В целом, конечно, я понимаю, что безумно вам тяжело и болезненно. Жить вот так, как вы живете. И, ну, большое к вам сочувствие. Вот. Поймите правильно. А. Поймите правильно, пожалуйста. Не жалость. Вот. А именно сочувствие. К вам, на меня. Вот. И, безусловно, безусловно, хотел бы вам помочь. Вот. Я думаю, что это вполне реально. Но, как мне кажется, вы достаточно раздражнены сейчас. Как мне кажется, вы злитесь сейчас. И. Ага. Поймите правильно. Это нормально. То есть, нет ничего страшного в том, что вы сейчас злитесь. А. Вот. Вы злитесь. Может быть, наоборот, дайте волю злость своей сейчас. Которого вас есть. Знаете, волю подлить как следует. Вот. Вам станет легче. И вы, может быть, увидите какую-то новую свою сторону. Вот. Которую. Возможно. Не видели до сих пор. Вот. Факт. Конечно. Да. Не факт. Не факт. Совершенно не факт. Но. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вот. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ну там. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.